Линет решает задачу, которая называется МНИСТ Эта задача заключается в том, что нам нужно верно классифицировать на 10 классов рукописные цифры от 0 до 9 Линет принимает картинки размером 32х32 Пропускает через два набора сверток Затем распрямляет вектор и затем применяет полно связанные слои И в результате у нас получается 10 результатов Каждый из этих результатов описывает вероятность каждого класса для данной картинки Эта задачка несколько игрушечная И современные нейронные сети соревнуются в решении другой задачи Которая называется ImageNet 1000 Что это за задача? Это довольно большая база данных с изображениями В этой базе данных 15 миллионов реальных изображений То есть это фотографии, которые были сделаны людьми в реальной жизни Иногда это просто какие-то схемки, которые скачаны из интернета Иногда это какие-то рисованные картинки И эти изображения нужно классифицировать на один из тысячи классов Вообще говоря, из этих 15 миллионов Хороших около полутора миллионов Которые действительно относятся к этим тысячам классов Соответственно, у нас получается задача О разбиении 15 миллионов изображений на тысячу классов Вот такую задачу сейчас решают Современные сложные нейронные сети И соревнуются в этом Чем лучше решение той или иной сети Вот на этой задаче Тем лучше она, скорее всего, будет работать и в других приложениях Что за классы есть в этой задаче? Ну, это, во-первых, автомобили Во-вторых, это животные Особенно там много различных пород собак Там есть всевозможные вещи типа ручка Всевозможные канцелярские принадлежности Объекты быта Там есть такие вещи, как небо, например Там есть такие понятия, как дом Ну и так далее Итак, какие же нейронные сети могут решать Вот такую амбициозную задачу Первая нейронная сеть, которая научилась решать эту задачу Это AlexNet Что принимает на вход AlexNet? У AlexNet на вход Принимается картинка размером 224 на 224 Стоит обратить внимание на то, что здесь Три канала обязательно должно быть Если у нас на вход приходят черно-белые изображения То мы из черно-белого изображения Делаем такое же черно-белое, но которое состоит из трех каналов Понятно, что в датасете совсем не все картинки имеют размер 224 на 224 Для того, чтобы все картинки имели именно такое разрешение Мы вырезаем случайным образом квадратную область из картинки И масштабируем ее к размеру 224 на 224 при помощи билинейной интерполяции В результате у нас получается такая небольшая картинка нужного размера Что происходит дальше? По этой картинке гуляет свертка размером 11 на 11 Причем она ходит со страйдом 4 Для того, чтобы получился вот такой тензор размером 55 на 55 на 96 Нужно выставить правильные падинги у входного изображения Соответственно, какими должны быть падинги у входного изображения?